Всем привет! В прошлый раз я анонсировала обзор на карандаши, которыми очень хорошо прорисовывать мелкие детали и предложила вам угадать их марку. Удивительно, но всего один человек сделал верное предположение, что речь может идти о карандашах Prisma Color Verify. Как и обещала, я показываю этот комментарий в начале обзора. Многие из вас предположили, что я сделаю обзор на Файбер Кастл Полихромос, что в общем-то является справедливым предположением, так как полихромосами действительно очень хорошо прорисовывать детали. Но сегодня мы говорим не о них. Prisma Color Verify это узкоспециализированная профессиональная линейка карандашей от Prisma Color на восковой основе, предназначенная специально для прорисовки контурных линий и мелких деталей в рисунке. Давайте вместе разбираться, что же это за карандаши и стоит ли вам обратить на них внимание. Но перед тем, как мы начнем, я хотела бы поблагодарить магазин Prisma Pencils.ru, который предоставил мне набор из 36 карандашей для независимого обзора. Так что, несмотря на то, что эти карандаши я не покупала, говорить о них я буду то, что думаю на самом деле. Прежде всего, давайте посмотрим на параметры этих нестандартных карандашей. А они действительно нестандартные. И вот почему. Толщина грифеля Prisma Color Verify составляет всего 2 мм. То есть он практически вдвое тоньше среднестатистического грифеля цветных карандашей. Несмотря на восковую основу, грифель довольно твердый. Его тестовая твердость H. Для сравнения, если помните, твердость Prisma Color Premier составляет 6b. Упакован этот ультра тонкий грифель в шестигранную деревянную оболочку из калифорнийского кедра с диаметром 7 мм, которая полностью окрашена в цвет оттенка самого карандаша. Торец карандаша не запаян и мы можем видеть и оценить центровку грифеля. Она, к слову, не идеальная, но и особых нареканий не вызывает. Все в пределах нормы. Маркировка нанесена на карандаши серебряными буквами и содержит следующую информацию. Название компании, линейки карандашей, номер оттенка и его название на двух языках – английском и французском. В продаже данную линейку карандашей можно найти в картонных упаковках по 12, 24 и 36 карандашей. Причем 36 – это максимальная цветовая палитра для Prisma Color Verify. Карандаши продаются в незаточенном виде, что неудивительно, учитывая тонкость грифеля и картонную коробку. Так что приготовьтесь их точить. Кстати, это будет еще то испытание, но об этом чуть позже. Я не рисовала, отдельную работу этими карандашами и не проверяла, насколько хорошо они наслаиваются. Потому что основная задача данных карандашей – это прорисовка мелких деталей и контуров, а не создание полноценных работ. Вместо этого я использовала их по назначению в нескольких работах в качестве вспомогательных карандашей. На чертежной бумаге «Гознак» и на профессиональный ирис «Вивальди». На обеих типах бумаги карандаши показали себя хорошо. Думаю, они не менее хорошо показали бы себя в раскрасках с большим количеством очень мелких деталей. Другими словами, со своей основной задачей – прорисовкой мелких деталей – эти карандаши справляются. Но прежде чем делать какие-либо выводы, следует посмотреть также на их светостойкость, стоимость, а также оценить плюсы и минусы. Для начала – светостойкость «Призма Color Verifin». На нее следует обратить самое пристальное внимание, так как эти карандаши заявлены производителем как профессиональные. Итак, перед вами официальная табличка светостойкости, в которой мы видим почему-то 40 оттенков вместо 36. Я сравнила оттенки в табличке с оттенками в своем наборе и исключила из списка 4 оттенка, которых там не нашла. Оставшиеся карандаши имеют следующую – светостойкость. 11 карандашей – светостойкость высшего уровня, и они получают у меня 5 баллов из 5. 7 карандашей имеют хорошую светостойкость второго уровня и получают по 4 балла. 6 карандашей получают по 3 балла, 3 карандаша по 2 и целых 9 карандашей с минимальной светостойкостью только по 1 баллу. Итого «Призма Color Verifin» набирает 55 баллов на 36 карандашей, что составляет в среднем 3,2 на карандаш, что не очень впечатляет, если честно. Для работ на заказ вы можете использовать только 18 карандашей из 36, что составляет ровно половину. Эти карандаши принимали участие в большом обзоре 50 марок карандашей, и в результате тестового испытания их светостойкость получила 4 балла из 6 возможных, что по сути соответствует заявленным параметрам. Сам обзор можно найти на моем канале, ссылка на него будет также в подсказке справа, и это действительно уникальный обзор. Такого огромного видео обзора карандашей в сети вы просто не найдете. Полную таблицу светостойкости «Призма Color Verifin» я прикреплю в описании под этим видео. А теперь давайте поговорим о стоимости этих карандашей. Сравнивать стоимость этих карандашей я буду с карандашами похожей твердости, подходящими в числе прочего для прорисовки мелких деталей. Это такие марки карандашей, как «Кармина Крыта Колор» с твердостью 2H, «Фабер Кастл Полигромос H» и «Дервент Проколор H». Цены у вас на экране. На первый взгляд кажется, что «Призма Color Verifin» имеет более привлекательную цену, чем их конкуренты. Однако не стоит забывать, что все три конкурента продаются в металлических коробках против картона у Verifin. И также все три марки универсальны и имеют грифель почти вдвое толще. Следовательно, и тратиться они будут не так быстро. Ну и должна упомянуть тот факт, что светостойкость всех трех марок лучше, чем у «Призма Color Verifin». Так что делать выводы о соотношении цен следует с учетом всех этих параметров. Прежде чем мы перейдем к самой вкусной части обзора, плюсам-минусам, подведению итогов, не забудьте подписаться на мой канал. Обязательно нажмите на колокольчик и поставьте галочку «Все уведомления». Так вы не пропустите выход новых видео и будете в курсе всех новостей канала. Ну а я, соответственно, буду видеть ваш интерес к новому контенту. Теперь давайте поговорим о плюсах «Призма Color Verifin». Главный плюс этих карандашей заключается в том, что они справляются со своей основной задачей – хорошо прорисовывают детали. Также в плюсах хорошая пигментированность и яркость карандашей. Вам не придется по многу раз вводить карандашом, чтобы получить четкую яркую линию. Отмечу также довольно прочный при рисовании грифель. Боюсь, на этом плюсы этих карандашей лично для меня закончились. Ну а теперь о минусах. Первый и весьма чувствительный минус, с которым я столкнулась, рисуя этими карандашами – это проблема их заточки. В механической и обычной точилке они точатся откровенно плохо. Вы можете запросто уничтожить половину карандаша, пытаясь заточить его таким образом. Что, собственно, я и сделала в случае с зеленым карандашом. Я не хотела сразу же браться за канцелярский нож, так как передо мной стояла задача проверить, насколько сложно будет их точить с помощью точилок. В конце концов, мне все же пришлось взяться за канцелярский нож и довести зеленый карандаш до ума. Иначе у меня этого оттенка просто не осталось бы. Точить канцелярским ножом простые карандаши – это нормально и правильно, но для цветных карандашей, как правило, предпочтительнее заточка точилкой. А потому за этот параметр я ставлю призма Color Verifint – жирный минус. Кстати, канцелярским ножом их тоже следует точить очень осторожно, так как поломки возможны и в этом случае. Второй минус карандашей обнаружился в их упаковке. На изображениях в рекламе эти карандаши довольно красиво и стильно располагаются в картонной коробке, которая раскрываясь превращается в некое подобие подставки. Но на деле эта коробка абсолютно непрактична и неудобна, поэтому карандашей пришлось буквально сразу переселять в специальный пенал. Кстати, ссылочка на такой суперский пенал есть в списке арт-материалов в описании под видео. Светостойкость. На мой взгляд, для весьма скромной палитры в 36 карандашей и профессионального уровня светостойкость призма Color Verifine оставляет желать лучшего. Пару раз не встречались какие-то посторонние вкрапления в грифеле, которые царапали бумагу. К счастью, это были не кусочки другого пигмента, скорее какие-то песчинки, но даже это является минусом или как вариант дефектом грифеля. Недостаточно яркий черный карандаш. Этот и без того достаточно важный карандаш в прорисовке мелких деталей получают особый приоритет. Но, увы, в наборе призма Color Verifine он заметно уступает тому же черному от Faber-Castell Polychromos. Ограниченная палитра. Если честно, хотелось бы иметь чуть более обширную палитру, учитывая, что эти карандаши претендуют на профессиональный уровень. Ну и последним минусом или не знаю, может быть это моим личным мнением, я бы отметила своеобразную нумерацию оттенков призма Color Verifine. Что интересно, название оттенков призма Color Verifine полностью соответствует названию оттенков призма Color Premier, что в принципе очень удобно при рисовании. Но нумерация при этом абсолютно никак не связана и имеет весьма своеобразный вид. Вроде 737-1-2 или 745-1-2. Но это уже скорее не минус, а правда какая-то особенность карандашей, которая лично мне показалась не слишком удобной. Мое мнение и оценка. Призма Color Verifine это довольно специфические карандаши, которые при всех своих минусах, коих немало, все же справляются с поставленной перед ними задачей. Хорошо прорисовывают мелкие детали в работах, раскрасках, а также подходят для рисования контура. Если вы являетесь счастливым обладателем наборов мягких и ярких призма Color Premier, то возможно вам не хватает именно этого набора в качестве дополнительного для отрисовки деталей. К тому же общие названия оттенков помогут вам проще ориентироваться в карандашах. Однако если у вас уже есть карандаши, которые имеют достаточную твердость для прорисовки мелких деталей или просто хорошо держат острый кончик, то эти карандаши вам вряд ли пригодятся. Буду откровенна, если бы не необходимость использовать их в работе с целью проведения теста для этого обзора, я вряд ли бы стала использовать данные карандаши в своих работах. Лично я от них не в восторге и главной причиной тому довольно проблемная заточка. Итоговая оценка от меня этим карандашам 6 из 10. Однако это только мое личное мнение, оно может отличаться от вашего, которое вы можете составить самостоятельно, благо все параметры карандашей перед вами. Хочу еще раз поблагодарить магазин prismapencils.ru за предоставленную возможность протестировать эти карандаши и сделать для вас непредвзятый обзор. Кстати, эти ребята не так давно завезли в свой магазин белые и черные карандаши Faber-Castell Polychromos. И если в вашем городе все еще наблюдаются сложности с покупкой именно этих карандашей, то вы можете обратиться к ним. Благо они осуществляют доставку по всему миру. Ссылку на магазин я оставлю в описании под этим видео. Как всегда я буду рада услышать ваши отклики, ваше мнение в комментариях. Спасибо всем, кто не скупится на лайки и репосты, а не на вес золота. Вы самые лучшие! Ну и конечно небольшой спойлер для самых терпеливых. Героем следующего подробного обзора станет одна из азиатских марок карандашей, о которой вы меня неоднократно спрашивали. Можете попробовать угадать какая? Так что не пропустите, это будет точно вам интересно. До встречи в новых видео. Пока-пока! А еще лучше не прощайтесь со мной, а загляните в другие видосики на моем канале. Всего доброго!